Роль воспитателя в детском саду в современном мире сложно переоценить. Ведь именно они после родителей становятся первым проводником детей в общество, знакомятся с окружающим миром и закладывают основы для развития личности ребенка. Героиня нашего следующего сюжета – воспитатель в детском саду. Амалька, села Чапаевская, Марина Хачирова. В прошлом году она была признана лучшим воспитателем, обучающим родному языку в республике. И именно ей было предоставлено почетное право представлять Карачаево-Черкесию в финале конкурса «Воспитатель года», проходившем в Казани. Мадина Каракетова, далее. Случайным людям не место в детском саду считает воспитатель Марина Хачирова. Здесь должны работать и работают только те, кто действительно любит детей. И Марину в эту профессию привела именно любовь. Любовь к самым милым и чистым существам в мире. Вот кто-нибудь с ребенком проходит по улице, мне уже нужно подойти, нужно поговорить, нужно поцеловать, обнять ребенка. Вот так у меня прям с детства любовь к детям. Эрудированность, доброта, деликатность, неравнодушие – пожалуй, это самые подходящие слова, чтобы описать Марину Хачирову. За 14 лет работы в детском саду не было ни одного конфликтного случая ни с детьми, ни с коллегами, ни с родителями. Ее одинаково любят и уважают все. Первый свой рабочий день Марина помнит, как сейчас. Волновалась и даже немножко боялась, но сумела сразу же найти подход к малышам. Или они к ней. Дети были активны, отвечали на вопросы, они со мной познакомились, прям фамилия, имя, отчество свои. Первые вот эти дети мои мне очень запомнились, как они. Ребятки, а как вас зовут? Они мне прям до отчества все назвали. Вот так вот я и начала работать. Работа с детьми предполагает не только воспитание и обучение малышей, считает Марина Хачирова. Становясь первым проводником детей в общество, знакомясь с окружающим миром, воспитатель закладывает основы для развития личности ребенка. Дети тоже воспитывают и учат. Они весьма любопытны и любознательны и могут задавать самые неожиданные вопросы, и на каждой ожидают получить ответ. Поэтому воспитатель должен быть эрудированным и постоянно повышать свой кругозор. А еще дети учат взрослых жесткому самоконтролю, себя, свою речь, поведение, ведь они очень тонко чувствуют любое настроение. Любые интонации взрослого человека делятся опытом Марина Хачирова. Психика ребенка очень хрупкая. Одно неосторожное или бестактно сказанное слово может лишить его веры в себя, сломать, погасить индивидуальность. И напротив, добрые слова, правильно подобранные интонации могут сотворить чудеса даже с самым закрытым ребенком. Бывают вот с детками как, когда еще не привыкли, не адаптировались дети к детскому саду, к каждому свой подход, с каждым свой разговор. Ну вот так мы учим детей полюбить детский сад. Многие, конечно, уже с первого прихода нравятся, им любят детский сад, а некоторые трудновато адаптируются. Ну вот с ними мы индивидуально тоже работаем. Конечно, современность ставит перед воспитателями определенные условия, как наличие базового образования, постоянного повышения квалификации, но и сам воспитатель всегда должен ставить перед собой свои важные цели, считает Марина Хачирова. Ребенок тянется к воспитателю только в том случае, если чувствует, что близок к нему. Поэтому Марина всегда в курсе, какие игрушки больше привлекают детей, какие сказки они любят, какие мультфильмы в тренде у малышей и что им интересно. Ведь в играх проходит основная часть их досуга в детском саду, и здесь очень важно быть своей, уверена воспитатель. Марина Хачирова очень старается, чтобы проведенное в детском саду время было не только интересным, но и полезным для детей, чтобы каждый день приносил им новые знания и был полон новыми маленькими открытиями. Мы читаем им сказки, но по режимным моментам у нас игры, у нас разговоры, а сейчас вот последний год у нас по федерально-образовательной программе дошкольного образования включили вечерний и утренний круги на карачаевском языке. Вот мы с ребятами по темам общаемся на карачаевском языке. После занятий у нас обязательно прогулка, свежим воздухом дышим. В это время у нас группы все проветриваются, чтобы был свежий воздух в группах тоже. Потом на улице мы с ними играем, в подвижные игры, наблюдения проводим, за погодой наблюдаем, за огородами нашими. У нас клумб много с цветами, как вы заметили. К слову сказать, именно Марина Хачирова в прошлом году стала финалистом регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы» среди воспитателей дошкольных учреждений и представляла карачаево-черкесию в финале, который проходил в Казани. Мы Марину Ханапиевну не просто так выдвинули, ее кандидатуру мы выбирали, голосовали. Это с наших наблюдений, с ее занятий, с ее работы. Она человек, который очень любит и работает над этим, именно аппаратным языком. Она все время занимается самообразованием, саморазвивается она. И мы посчитали, что она достойно может представить нашу республику на федеральном уровне. И я считаю, что мы в ней не ошиблись. И в профессиональный праздник Вадима Мукаева адресует своим коллегам, воспитателям и всем работникам дошкольного образования следующие слова. Искренне желаю всем здоровья, счастья, добра, поддержки, семейного благополучия. Пусть ваш труд будет оценен по достоинству, ведь в ваших руках подрастающее поколение. Пусть каждый день наполняется радостью и с интересными событиями и прекрасными моментами. Поздравили воспитателей и воспитанники детского сада «Амалька». Специально подготовили их хореографический номер «Танец по пури», посредством которого рассказали о культуре и единстве многонациональной Карачевой Черкесии. В «Амальке», кстати, этому аспекту воспитания также уделяют огромное внимание. С самого детства внедряя в детское сознание чувство единства, добрососедства, уважения к культуре и истории, как своего, так и братских народов. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести Карачева, Черкесия, Прикубанский район.